Ключевой форум по сирийскому мирному процессу пройдет с участием ООН. Там подтвердили, что спецпослание генерального секретаря по Сирии Стаффан Демистура приедет в Сочи и примет участие в обсуждениях. Конгресс сирийского национального диалога стартует в понедельник, уже почти все готово. На Черноморском побережье ждут представители сирийской власти, оппозиции, религиозных конфессий, делегатов и стран-посредников. Подробности у Павла Пчелкина. Идея созыва этого конгресса состоит в том, чтобы дать представителям самых разных, часто враждующих групп сирийского общества, посмотреть друг другу в глаза и, наконец, начать говорить. Напрямую, без посредников о будущем страны. Там будут и шейхи племен, и представители национальных меньшинств. Приезжают люди, которые устали от войны, которые имеют влияние на местах, которые не оторваны от действительности, как некоторые оппозиционеры, иммигранты, проживающие за рубежом. Именно в этом контексте нужно рассматривать и отказ приехать в Сочи Насара Аль-Харири, возглавляющего Сирийский комитет по переговорам. Ему просто нечего сказать, заявил российский военно-дипломатический источник. По его словам, сам факт их отказа от диалога со своими же согражданами дискредитирует не только название этой группы, но и ее нынешний переговорный статус. Переговоры в Женеве уперлись в стену непонимания между оппозицией и правительством. Марам Дау тоже из эмигрантов, противников Асада, но он в Сочи поедет, потому что уверен, альтернатива переговорам – эскалация кровопролития на его родине. Мы сейчас находимся в тупике процесса урегулирования, но мы всегда заявляли, что Сирии нужно политическое решение, поэтому нужно мобилизовать людей, сирийцев, из различных этнических и религиозных групп, чтобы подтолкнуть политиков. Гражданская война – немалую роль, в которой сыграли иностранные спонсоры из арабских стран и Запада, разодрала Сирию на куски. Но собрать ее воедино, уверены многие, могут только сами сирийцы, если увидят ясную перспективу. Эта перспектива считает член оппозиции Ранда Кассис – новая конституция, работа над которой должна начаться на Конгрессе. Нужно предпринимать много шагов, чтобы остановить войну в Сирии. По-моему, первое – это нужно переписать Конституцию, учесть интересы всех сирийцев. В каком государстве мы хотим жить, как оно будет устроено, как им управлять. 50 человек в Женеве это не сделают. Мы должны сделать это сами. Во вторник в здании медиа-центра в Сочи соберется больше полутора тысяч участников Конгресса из Сирии и других стран, по которым разбросана оппозиция. Россия уже помогла подготовить проект новой сирийской Конституции. Среди организаторов – Турция и Иран. Конечно, вряд ли стоит рассчитывать на быстрые результаты. Но и когда в 2015 году Россия вмешалась в сирийский конфликт, в успех мало кто верил. Но прошло время, и сегодня ИГИЛ почти уничтожен, как и большинство экстремистских группировок. Как результат, оппозиция села за стол переговоров. Но, по мнению Махмуда Аляфанди, она слишком разрознена, чтобы добиваться компромисса с Дамаском. Разумеется, объединение оппозиции – это сложный вопрос. Существует исламская, светская, гражданская оппозиция. Пока никто не мог их реформировать и объединить. Нужно сдвинуть этот процесс с мертвой точки, выработать единые принципы. И очень важно начать прямые переговоры о мире. Я жду этого от Сочи. Иначе говоря, Конгресс вовсе не станет какой-то заменой Женевской или Венской переговорным площадкам. Это, скорее, почва для выращивания новых родсков компромисса в самом сирийском обществе. Если говорить прямо, вполне может превратиться в инструмент влияния сирийцев на своих политиков, часто забывающих, от чьего имени они говорят. Так, в проекте итогового заявления Конгресса, например, подчеркнуто. Ни одна часть Сирии не может быть предметом уступок. Вряд ли это обрадует США, некоторые другие страны и их ставленников в сирийской оппозиции, сделавших ставку на раздел страны. Павел Пчелкин, Андрей Манко и Наталья Голубь, Первый канал.